Проезжая по дороге федерального значения маршрутом Владивосток-Находка, автомобилисты проносятся мимо неприметной воинской части. Она сразу за развязкой на Егорную зону. Здесь расположен один из районов города Артема. Его жители проводят свои будни и уикенды вплотную со скоростной трассой. Более того, они вынуждены ходить по ней в магазин и даже водить детей в школы. Вы знаете, очень страшно. Страшно не только детям, страшно еще и взрослым, когда проносится мимо тебя большой груз и тебя просто вот этим потоком ветра, можно сказать, выкидывает на блеера. Этот район местные жители называют рассветом. Раньше это была окраина Артема, аккурат возле жилых домов по адресу Кирова 160 и 161. Здесь, где живет больше сотни семей, раньше располагалась одноименная автобусная остановка. Но в 2013 году здесь началось большое строительство. В связи со строительством федеральной трассы у нас убрали и остановку, и пешеходный переход, и поэтому вот создалась такая проблема у нас. Сказали, что здесь остановки нету, вот где есть остановка, мы вам остановим. И ребенок шел еще дальше, получается, пешком, чтобы вернуться ему сюда домой. Из рассказов местных жителей выходит, что остановка фактически исчезла, и жизнь для всех в районе, особенно школьников, стала значительно сложнее. Последним теперь нужно добираться до уроков, буквально рискуя жизнью. Ну, других вариантов нету, как бы дорога у нас одна. И приходится, да, до остановки очень далеко идти, и машины не останавливаются. Бывает, автобус стоит, и не можем даже дорогу перейти, никто не останавливается из водителей. За последние два года местные жители обращались во все возможные инстанции, от местной администрации до президента страны. Артемовские власти пока открещиваются от проблемы. Основной аргумент – дорогу делал край, а проект создавался где-то в Москве. К слову, действующий глава Приморья Олег Кожемяка недавно поднимал этот вопрос и даже обещал разобраться с проблемой. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом.